Здравствуйте! В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с вами доктором Михаилом Лайтман. Спасибо, что вы с нами. Здравствуйте, Ро Лайтман. Здравствуйте. Привет, Ницамазос. Здравствуйте. И мы говорим о средствах массовой информации. Сегодняшняя наша беседа будет посвящена масс-медиа. Мы хотим научиться Ро Лайтману, как, согласно восприятию мира, которое нам показывает программа за программой, мы можем каждый по отдельности, мы все вместе, попасть в лучшее место, в лучшую жизнь. Мы говорили о трудностях, потому что средства массовой информации навязывают нам такие принципы, такие оценки, которые определяют всю нашу жизнь, дают нам направление, мнение, осуждение и тому подобное. Вы объяснили нам, что есть цель, имеется какой-то процесс, который мы, как человеческий вид, проходим, мы к основе этого прошлых бесед, который объединяет нас, то, что делает наше человеческое сообщество круглым, создает в нас большую гармонию, большую солидарность, и каждый хотел бы жить в таком месте. Есть много сопротивления этому. Мне нужно несколько минут, чтобы объяснить это. Пожалуйста. Если мы возьмем капиталистический обычный подход, то там потребительское общество может существовать бесконечно. И так они развивались и видели в этом нескончаемый процесс. Так и думали, что так и будет. В противоположность, скажем, Марксу, который сказал, что есть этому предел, потому что мы все ограничены в природных ресурсах, в развитии человека и так далее, и так далее. И рано или поздно общество потребления придет к своему концу, исчерпает себя, и вместо него возникнет другое общество, общество взаимодействия. Мы переживаем здесь некий переворот, ты можешь сказать, идеологический, психологический. Это очень большой переворот, потому что существуют школы, которые не принимают изменения этих формаций. Робологический строй, средневековье, капитализм и социализм, и даже коммунизм. Естественно, потому что это себя показалось с плохой стороны. Нет, но это не было социализмом и коммунизмом, согласно Марксу. Это была просто диктатура. Взяли, прикрылись хорошими словами, но внутри это было нечто совершенно иное. Мы говорим о том, что это было в обществе, которое не подготовили изменения человека, а сделали из человека то, что в России правительство хотело сделать. Это было подавление вместо воспитания, и поэтому это было просто неверное использование идеи Маркса. Он был прав, и сегодня снова к нему обращаются, хотят заново изучать его. Что человеческая природа должна пройти весь этот процесс, пока не достигнет взаимодействия. Это закон природы, и это необходимо действительно для правильной связи и средства связи. Действительно должны быть средствами связи, не действовать на обороты, только так называться. Я стараюсь сделать глоссарий из наших бесед о восприятии нового интегрального мира. И записываю в этом глоссарии различные понятия, потому что я зачастую сталкиваюсь, что вы говорите об одном, а я принимаю это по-другому. Когда вы говорите об обществе потребления, вы говорите о том, что средства массовой информации приучают меня к тому, чтобы я стремился за наслаждением и видел бы наслаждение в большем потреблении. Наверное. У меня пробуют мозги, средства массовой информации, рекламы и так далее и тому подобное. Потреблять его будет хорошо. То есть твое счастье постигается лично, индивидуально. И более того, на пути к своему успеху ты можешь наступать на других. Тогда твой успех будет более сильным. Даже не наступать. Мы найдем некую правильную взаимосвязь, когда никто не наступает ни на кого, а все развиваются, и каждый зарабатывает столько, насколько он преуспевает. Это американский подход. Что он говорит? Каждый, сколько ему положено, насколько он способен, этого он достигает. Ему нечего жаловаться, если он остался бедным или не преуспел. А тот, кто преуспевает, очевидно, ему положено. И он гордится, что он преуспел своим усилием, своей энергией. Да, я использовал то, что получил от природы. И, может быть, богатые родители или что-то еще. Но это я сделал. Да. Вы видите, что в этом положительное или отрицательное? Нет, это не положительное и не отрицательное. Это просто период развития, который мы должны были пройти. Личный успех. Хорошо. Да, но затем природа нас развивает так, что меняет нам тип желания. Желание к потреблению вдруг опускается. Какую связь вы осматриваете между успехом и потреблением? Я так понял, была эпоха личного успеха. Это вы называете американской моделью. Да. Вы видите, что сегодня она не отвечает потребностям? Потому что мы внутри изменяемся. Мы не хотим достиг такого успеха? Мы хотим преуспеть чем-то другом. В чем? Я уже не вижу себя преуспевающим в том, что я все время покупаю, все время приобретаю. И вот здесь все вступает в действие вопрос потребления? Да. Я не чувствую, что в этом я наполняю свое желание. Получаю удовлетворение. То есть личное потребление не доставляет мне удовлетворения? Да. Меня приучили. Желание в нас изменилось, оно стало более качественным. Что оно хочет? Я не хочу еще, еще, еще. Я вдруг перестал чувствовать в этом наполнение. Да, я с этим абсолютно согласен. Это уже началось где-то лет пятьдесят назад, начиная с детей цветов, хиппи, все эти движения шестидесятых годов двадцатого века. Так где же счастье, если не в потреблении? Поэтому кризис, который мы сегодня переживаем, это не просто экономический кризис или кризис воспитания или семьи, это кризис внутри человека. И что разбилось? Разбит предыдущий подход потребительский. Я вдруг не обнаруживаю в этом наполнение. Ну, купил я, ну, сделал. Не нужно для жизни, но есть что-то во мне, что растет над этой жизнью, над этим потреблением. Я уже не удовлетворен этим. Я чувствую, что меня обманывают. Я чувствую, что я купил компьютер или еще что-то. Через несколько лет это испортилось. Даже раньше. Это специально делают, чтобы я снова и снова покупал. Чтобы я работал на кого-то. Я являюсь чем-то рабом. Он этим привязывает меня к себе. Мне дают разные игрушки, промывают мозги видами пищи, путешествиями. Я должен все время на это работать, чтобы наполнять чей-то карман. И в итоге он тоже недоволен. Он находится пока что в такой иллюзии, что он должен умножать нули в своем банке. И этому есть конец. Думали, что нет этому конца, что эгоизм человека все время развивается и развивается. Как тысячи лет последних. Мы развиваемся таким образом до бесконечности. Да, будем потреблять больше. У каждого будет личный самолет. Или еще там что-то. Так мы думали. И вдруг мы еще не достигли какого-то вершины, когда у каждого есть. Потому что американцы думали, что мы достигнем состояния, когда у каждого будет машина и квартира. И почему бы и нет? Что плохого? Желание изменилось. Желание внутри нас, которое говорит в каждом из нас, оно вдруг начало меняться. И что, мы не хотим, чтобы у каждого было все, что необходимо? Не то, что не хотят. Природа меняет его. Мы развиваемся изнутри посредством природы. Мы, в сущности, дети природы. Природа изнутри, у нее есть программа. И эта программа осуществляется в нас через изменение желания, качества желания. Я вдруг начинаю чувствовать, что в потреблении я не наполняю себя. Люди впадают в депрессию. Посмотри, в каких странах, где есть все. И продолжай. Мне не хочется. Я хочу покурить какую-то траву, успокоиться. Не хочу я этих вещей. Почему? Развивайся. Жена, семья, дети, дом, отпуск, путешествие. Не хочу. Почему ты не хочешь? Спрашивает эгоистический человек, который еще не развит. Человек, который уже начал развиваться в новом направлении. Он говорит, я не хочу. На это нет ответа. Желание изменилось, и я уже не чувствую в этом наслаждение. А что дальше? О, сейчас мы находимся в переходе. Куда? Куда, люди еще не знают. Это будет интегральность? Это форма кризиса. То есть кризис не в экономике, не в финансах, не в семье, не в технологии, не в воспитании, ни в чем. Кризис в восприятии мира, в восприятии смысла жизни. Вы можете объяснить поподробнее? В чем смысл жизни? Это то, что спрашивает человек внутри себя. Он всегда спрашивал. Но раньше смысл жизни был в том, чтобы построить дом, семью и существовать правильно, и дать своим детям тоже существовать. Затем капиталистическая система, насколько можно больше дать каждому возможность развиваться, чтобы каждый мог зарабатывать сколько он может, и воспитывать в этом людей. Мы еще не реализовали это, и уже есть новая потребность. Что такое потребность? Потребность в людях другая. Они этого не хотят. Но чего хотят, они сами не знают. Но мы видим, что мы находимся в поиске. Часть человечества находится в фанатичном поиске. Скажем, как ислам, который сейчас усиливается, как Китай, который хочет сейчас править своей идеологией, хотя находится во внутреннем кризисе. Американцы находятся в идеологическом кризисе. Они уже не могут предложить миру что-то, потому что они изнутри уже начинают ломаться. Их бог, успех, деньги уже нет. Это нужно, но мы должны здесь разделить. Человек — это животное, прежде всего. Он находится на животном уровне, он должен обеспечить себе комфортные условия для существования. Это верно. Если нет хлеба, то я не могу дальше думать ни о чем. Мне прежде всего нужно наполнить свое животное существо, чтобы мне было удобно, была квартира, работа. Все эти вещи минимально, но не более того. Потому что если я достигаю чего-то, то я уже думаю, а что дальше? Я теряю вкус. Что такое минимально, я не понял? Минимально. То есть мы продвигаемся к такому состоянию, что после материального удовлетворения еда, секс, семья, уже деньги, почести, знания меня уже не интересуют. Я не понял. Вы говорите о потреблении. Мне нужна машина, образование, воспитание. Это называется еда, секс, семья. Все материальные потребности. Да. Относятся к животному уровню. То есть нужно, чтобы жить. Да. Это мне необходимо. Естественно. Здесь никакого отказа. Об этом мы не говорим. О чем? О потребностях выше этого. О более высшем наполнении? Да. Которое я хотел получить через культуру, через сверхпотребление и сверхпотребление? Да. В конце концов, я остался пустым. Да. Хорошо. Так что делать дальше? Прежде был период, что я смогу наполниться. Еще, еще, еще. Я называю это. Я родился в деревне. Это назначает строить золотые кладбища. То есть каждый строит себе дворец, рядом сады. Я строю еще более красивый дворец. И кто-то еще более красиво хочет построить. Потому что показать другому, кто он такой. И внутри этого дворца не все радостные, скажем так. А дальше что? И это продолжается. Все меньше и меньше радуются. Да. И с года в год наверняка, конечно. Да. И чем наполнить себя? Вот в чем вопрос. Человек этого пока не знает. Да. И здесь мы включаем средства массовой информации, может быть, надежды видеть на мониторе. И это тоже человек уже не может наполнить себя этим с помощью средств массовой информации. Но другого ничего нет. А чем же наполнять? Ну все. Что осталось нам? Мы зависимы. Так что нам осталось, что мы можем сделать. Либо разные срывы, войны, революции и так далее. Или если не такие революции, то поиск другого вида. Но это поиск. И те же войны, и те же массовые волнения – это все поиск. Люди ищут. Они не знают. Что не ищут? Не знаю. То, что может сделать их счастливыми, нет? Ищут наполнение. Понятно. Что не ищут, мы знаем. Что вы предлагаете. Что это новое, о чем вы говорите, если есть эволюционное развитие, восприятие. Мы говорили на следующем времени о том, что мы не понимаем. Думаю, что все уже понимают. Так, так, еще, еще что-то, еще что-то. Это уже вышло из годности. Есть что-то более того? Да. Что? Более того, это учиться у природы, куда она нас влечет, куда она нас подталкивает. И природа, об этом есть много исследований, влечет или подталкивает нас к правильной форме связи. Что такое правильная связь? Чтобы мы начали чувствовать связь между нами, чтобы мы начали чувствовать удовлетворение в связи между нами. И в этом сейчас развиваются наши желания. Это как будто интегральное восприятие вместо личного восприятия, индивидуалистического. Да. Да. Люди выходят на улицу, потому что им хорошо вместе. Они выходят на массовые протесты, потому что они чувствуют там друг друга. Им нужна связь более внутренняя между ними, потому что природа заставляет их, вызывает в них это новое желание. Хорошо. Так если я правильно понимаю, это итог вашего представления о том, куда человеческий вид развивается, чтобы люди нашли то самое счастье, которое просачивается между пальцами, то есть не сверху, а вот здесь, между людьми, чтобы было развитие следующее. Да. Там я найду наполнение в добром отношении между людьми, в правильной связи между людьми. Хорошо. И здесь мы? И тогда средства информации, средства связи наши должны научить человечество, как правильно связываться друг с другом для того, чтобы прийти к удовлетворению. Хорошо. К потребности, которые сейчас развиваются в них. Это определение новой цели для масс-медиа или вообще не просто масс-медиа, мы определили масс-медиа как средство, которое может нас вести вперед. Да. К новому прорыву. И сейчас цель в новую эпоху, назовем это интегральной эпохой, в том, чтобы развивать восприятие каждого индивидуума сверх нахождения какого-то наполнения личного в наполнении между людьми. Верно. И как сейчас люди... Как мы сделаем это практически? Мы поняли идею, это была идея, сейчас мы хотим ее разложить, изложить в практическом виде. То есть как в средствах масс-формации, например, в телевидении, сколько у нас есть жанров? Во-первых, новости, потом мы говорили о реалити-шоу, есть сатира юмор, есть хорошие фильмы, есть учебные программы. Как мы можем в каждой из этих областей найти нечто, что, с одной стороны, обеспечит и будет чем-то, что будет приятно смотреть, иначе никто не будет смотреть? Я включаю телевизор для того, чтобы получить удовольствие в конце дня. Мне нужно ходить на работу, мне нужно ввести детей в школу, а по телевидению я могу выбирать. Вы объяснили в прошлой беседе, что люди получают удовольствие от того, чтобы видеть реалити-шоу, потому что там есть интеракция такая очень негативная между людьми, и такие мы люди, мы животные, мы любим эти вещи. Что мы можем нового найти, чтобы, с одной стороны, это было бы приятно смотреть, а с другой стороны, чтобы это развивало и направляло нас, помогало бы мне в внутреннем поиске к новой цели. Вот в чем вопрос, я думаю. Да, скажем так, новость, давайте начнем с новостей, самое сухое. Новости. Есть ли в моих руках, например, какой-то канал, интегральный канал? Верно, это ограничивает. Даже не интегральный канал, а это уже ниша. Это должен быть какой-то мейнстрим. По всем каналам. Да. Что покажут в новостях для того, чтобы развить человека? То есть мы здесь представляем комиссию, которая определяет передачи на всех телеканалах мира. Должна определить границы, в которых затем будут развиваться материалы. Вот новости. Новости. Тебе для этого нужны новости, но после этого зависит от того, как ты подаешь их. Какая ценность в них есть воспитательная. Что ты хочешь сказать, что люди просто сталкиваются друг с другом или что-то произошло в природе. Какое-то извержение вулкана, цунами или ураганы. Какая-то катастрофа, или кто-то украл, или кто-то убил. Ты должен показать на этом, какая польза может быть из того, что ты показываешь. Это не может быть просто информация. Есть передача информации, есть интересный компонент комментарии. Есть интересные комментаторы. Верно. Мы смотрим всегда передачи, куда приходит человек, передачи своим мнением, который может исследовать вещи. И существует мнение, информация, которую мы можем передать, но есть еще один слой. Рядом с этим. Это зависит от того, как ты оформляешь это, как ты показываешь. Это не должно быть так, что здесь есть информация, а после этого в какой-то передаче комментарий. Как это должно быть? Подход другой. Вы можете привести примеры? Как то или иное мнение, информация выглядит в неинтегральном, в неинтегральных медиа. И то же самое информация получит иную трактовку в интегральной связи. Мы видим это и сейчас. Какая? Когда мне показывают, что кто-то убил кого-то. Ты должен показать людей, которые страдают от этого. Люди, которые с этим связаны. Соседи, которые не понимают, почему так происходит. То есть ты показываешь здесь все окружение, насколько оно страдает, почему это привело его к этому, говорят с людьми, почему это произошло. Ты как бы берешь интервью у людей, которые связаны с этим, и ты этим уже формируешь подход. Ты учишь человека, как смотреть на это. Кто-то убил кого-то. Почему, для чего, что происходит. Какой ущерб в обществе, в семье. Это все зависит от того, как ты формируешь, как ты оформляешь информацию. Тем более, если сегодня ты используешь телевидение, вижуал. Ты показываешь людей, их лица, отношения между ними, как они разговаривают, как они впечатляются. Ты оставляешь сильное впечатление у человека. Я еще не могу увидеть здесь основу идейную, на которой можно организовать, основать процесс интегрального развития. Поскольку я не понимаю, что это основа, если я пойму ее... Сегодня я знаю, что часть из вещей, которые делают... Только не направленным образом. Именно об этом я спрашиваю. Что я хочу, в общем, от человека, который смотрит, от зрителя? С каким впечатлением он выйдет? С каким выводом? С чем он останется в своем подсознании? Что я ввожу туда, в его подсознание? Какое отношение к действию, к результату, к случаю? От чего стоит ему остерегаться? Что развивать? Чтобы знал, что делать с этим? В каждой такой информации есть большая воспитательная ценность, относительно него, семьи, детей. И какой ответ на этот вопрос? С каким впечатлением я хочу, чтобы зритель остался после просмотра? Что хорошее отношение к ближнему дает ему другой уровень жизни. Это можно привнести в любое явление? Что у вас случилось в мире? Включая футбол. Как? Как? Давай возьмем команду, которая изначально говорит, нам не важно проиграть или победить, мы проигрываем или побеждаем в меру связи между нами. Мы хотим получить наслаждение от игры. А игра для нас – это значит быть вместе. Относительно тех мастеров, которые играют каждый за себя, я хочу забить гол, а не кто-нибудь другой. И ты видишь на поле уже борьбу между ними, внутри команды, как они борются за то, кто это сделает. И тогда его поднимают на руки. А другая команда нет. Мы говорим наоборот, мы гордимся тем, что мы вместе. Мы выходим вместе на стадион, мы обнимаемся. Наш успех в том, что мы чувствуем друг друга. Мы наслаждаемся тем, что мы вместе. Это для нас успех. И мы хотим, чтобы вы увидели, что это может быть более высокая ценность, чем просто забить гол. Вы это зрители? Да. Они должны так им показать? Они воспитывают так зрителей? Команда. Да. И тогда давайте проведем игру, в чем каждая команда находится в большем объединении, чем другая. Будем измерять это как успех, а не количество голов. Но они должны говорить об этом. Они должны убедиться, что это стоит, выгодно. Насколько каждый пасует другому. Насколько каждый заботится о другом. Я переживаю эту игру совсем иначе. Я уже смотрю на это через другие очки. Для меня важен их танец. Ты понимаешь? Конечно. Почему я говорю конечно? Сейчас я вспомнил детское переживание, когда я играл в футбол. У нас была такая игра против другой команды. И группа моей деревни против кибуца. Посмотри на его лицо. Он сразу повеселел. Вы мне напомнили это. И такова была игра. И приехала команда с соседней деревни. Очень хорошая была команда. Они приехали, и я почувствовал, что это просто существа с другой звезды. Почему? Они так скоординированно играли. И эта координация между ними, они были как будто прозрачными. И мы не поняли, что происходит. Это было как одна машина. Будто есть пять пальцев, ладонь. У нас тоже было пятеро. И ты их как будто не видишь. Они были... Я чувствовал себя как... Даже не просто... Это была буря какая-то. Мы проиграли с счетом 13-1. Это астрономический счет. Они ввели нас... Допустим, я был неплохой такой игрок. Но я не понял, где я вообще. Как будто это существо сверхчеловеческое рядом со мной играет. Не знаю. И когда вы об этом говорили, я вспомнил. Если бы я был зрителем, наверняка я бы увидел, что у них... Это команда. Не просто команда, а даже... Помните слова, которые они говорили друг другу. И тренер, что им говорил. Я почувствовал, что совершенно другой мир, другой язык. Хотя это была средняя деревня. Не более того. И факт. Сколько лет прошло. У меня осталось впечатление, как будто каждый сам по себе очень хорош. Они не хорошие игроки. Не просто хорошие игроки. Товарищи. Да. Что-то такое. Я хочу дополнить эту картину. Ты там была? Нет, я там не была. Но однажды вы посоветовали, что если муж смотрит по телевизору футбол, сядь с ним. Как раз по телевизору играла Барселона. Барселона считается лучшей командой. Я спросила мужа. Он, между прочим, играл наш футбол. Я хочу, чтобы ты мне сказал, что помогло этой команде стать такой хорошей командой. Он сказал мне, посмотри, они двигаются вместе. Они все время работают вместе. Он показал мне, как они действуют вместе. Я небольшой знаток футбола. Но смогла отличить, что они создают там то, о чем вы говорите. Такое поле, что невозможно... Поток. Точно, поток. Гармония. Есть там такая гармония, что фактически делает их лучшая команда мира. На это интересно смотреть. Итак, допустим, если мы подведем итог. Но так более-менее... Иначе они бы не победили. Так какова мораль? Мораль воспитательная. Что они тут говорили бы об этом, показывали, насколько они вместе. Что они только вместе могут это делать. Насколько связь между ними дает им удовольствие до игры, во время игры, после игры. Насколько они находятся в отрицательных эмоциях, положительных. Победили, не победили. И победа для них это связь между ними. И эта воспитательная ценность очень большая. Сейчас до игры. Сейчас мы ведем в прямом эфире репортаж. Большой футбольный матч, который имеет очень высокий рейтинг. Вы говорите так. Пусть говорят об этом и до, и во время, и после. Как будто вы хотите привнести, если я понимаю правильно, в это мероприятие, если это важная игра. Я хочу во время игры, когда я сижу и смотрю телевизор, как она рядом с мужем, чтобы мне рассказывали, показывали, учили меня, как он рассказал ей. Еще больше, насколько они работают вместе, насколько их программа такая, насколько каждый чувствует другого, насколько им это удается. Это ценность объединения в команде. И это их приключения. С этим наполнением они выходят. Что значит, нам удалось быть более связными, чем команда противника? Что значит более? В большем объединении. Соревнование, оно в объединении, а не в количестве голов. И чем это оценивается? Ощущение людей? Он мне показывает что? Может быть, что болельщики должны решать. Зрители? Да. Это самые популярные жанры, там, что чувствуют зрители. Это интерактивно, такие интерактивные действия. Они нажимают на что-то? Да, есть множество таких соревнований. Есть участие зрителя, оно приветствуется. Прекрасно. Допустим, я зритель. Но ты выбираешь согласно чему, какая команда более связана. Да, действительно. Находится в большей гармонии, в большей дружбе между игроками, в их желании. За счет этого я развиваю свое желание, свое восприятие, возможность увидеть их объединение. Я сопереживаю. Я как зритель? Конечно, как болельщик. Согласно этому я выбираю команду. Вопрос. Ваш вопрос сейчас заставляет меня одеть очки. Новые. Другими. Если раньше я смотрела, кто забьет больше голов, то сейчас я смотрю, где больше объединения. Верно. Это на что сейчас я больше концентрирую свое внимание. Вопрос направлений, в сущности. Ты знаешь, какое переживание воспитательное ты проходишь во время такой игры. Это для тебя становится очень сильным семинаром. Скажите, в каждом футбольном матче есть сама трансляция с комментаторами. Комментаторы об этом и говорят. Почему у них получилось забить гол, почему нет, как результат объединения или недостатка объединения, как один понял другого. Тут есть две команды. И только в их объединении одна побеждает другого. Верно, есть количество голов. Но результат, он должен быть эмоциональный. От какого объединения я получаю больше наслаждения? От какой команды я получаю больше удовольствия? И, может быть, я не определяю, кто победил, кто проиграл. Ну, как после фильма. Я получил наслаждение от того, какое впечатление я здесь пережил. Я что-то прочувствовал здесь, то же самое. Почему они здесь лучше объединяются там, где здесь не хватает гармонии между ними и так далее, и так далее. Зритель? Зритель. И как комментаторы это проводят? Комментаторы удерживают болельщика и только на это его направляют, только на объединение. Посмотрите, насколько они больше объединены, а эти не столько здесь так, а там так. Он пытается соединиться с другими, а тот его не слышит, пока еще не понимает и так далее, и так далее. То есть все относительно связи, объединения, язык связи. А по поводу болельщиков что? Болельщики тоже. Ты не забираешь все эти вещи у человека, он болеет за свою команду и так далее. Ты как раз используешь его поддержку в том, чтобы он больше включился в то, что происходит. Не понял. Чтобы радовался или огорчался тому, что есть в его команде больше объединений или нет? Только его? Чтобы увидеть, что там действительно было больше объединений. Это не важно. Соревнование не пропадает. Нет, об этом я спрашиваю. Конечно, Болесулан пишет тебе об этом. Поэтому я спросил о болельщиках. Что с ними? Потому что зритель нейтрален. Зависть, почести и страсть. Уводит человека из мира, конечно. Так объясните, нет соревнований или есть? Еще какое соревнование? О чем? За что соревнуются? О ценности объединения внутри команды. Насколько одна в этом выше другой. Это продвижение. Да, может быть, ты привел команду специалистов относительно школьной команды. Это верно. И поэтому они победили. Но они победили своим объединением. Те, как дети, которым не удается на фоне этих больших. Но они преуспевают в том, что они более объединяются, чем эти большие. В чем? В чем они больше? В связи между ними. Это же команда. Это группа. Они какие-то одиночки, индивидуалисты, чье искусство находится в ногах, а не в сердце. Обычно до того, как футболисты выходят в поле, есть перерыв, есть еще после игры. Да, это шоу, понятно. Об этом я хочу спросить. Мы говорили до настоящего момента о зрителях и комментаторах, теперь сами игроки. Мы сказали, что… Они должны показать объединение, объединяющую игру. В игре? Да. Я спрашиваю об оболочке. Обложка… Им задают вопросы. До игры, во время и после. О чем они говорят? До. Принято. Говорить с ними во время игры, в перерыве и после игры. Что вся игра – это игра между двумя специалистами по объединению. Одна команда, которая в своем объединении, вокруг мяча, неважно вокруг чего, и вторая команда тоже вокруг мяча. Насколько команда в своем объединении внутри себя может удержать мяч, быть, как каждый человек в самом лучшем месте, чтобы получить мяч, и насколько они могут привести его к цели. Конечно же, цель в итоге – это гол, но исходя из объединения, люди приходят на стадион, чтобы посмотреть на саму игру. Это не просто так, как ты можешь сказать, дадим одной команде забить пять голов и посмотрим, что со второй командой они хотят увидеть соревнования, игру, и соревнования – это в уровне объединения. И показать результат объединения с одной стороны, кто преуспевает, и в голах. А есть ли соперничество между группами и группами болельщиков? У нас сейчас в Египте был пример того, как… Да, погибли несколько десятков людей. Да, я смотрю на это как на события, массовые события, и в массовом событии спортивная игра может быть одним из центральных событий. И здесь мы видим, что это подводит нас к прошлому восприятию. Это очень сильно перекликается во мне с тем, что вы говорите. Переход из мира личного восприятия, личного успеха в общий успех. И в Египте действительно был конец прошлого восприятия, когда игра превратилась в кровопроволитие. И платят там деньги, там коррупция. Да, ну это понятно. Я говорю о внутренних устремлениях человека, как вы сказали в начале, где он стремится получить добро. Здесь пусть все сгорит, а здесь между нами… Ну, конечно же… Да. Такой подход новый. Поэтому я и на основе нового подхода хочу спросить о соперничестве. Мы говорим, что соперничество не исчезает. Соревнование остается. Здесь есть специалисты по объединению и здесь. Каждый находится в соревновании с своим товарищем по команде. В этой команде между ними есть соревнования? Соревнования по объединению. Насколько я больше приношу пользу команде? В самой команде. Внутри команды. Насколько я отменяю себя в команде? Это называется звезда? Да. И не наоборот. Не выделяюсь тем, что я особенный. А я особенный тем, что я служу всей команде. Там, где я должен быть в нужном месте. Не важно, какая у меня роль, какая функция. Там я нахожусь. Хорошо. Это в самой команде? Да. А по поводу соперничества между командами и группой болельщиков? Мы соревнуемся. За что? Кто больше объединен? Вы их ненавидите? Я? Вы болельщик одной группы, а у нас болельщик другой группы. Между вами есть ненависть. Почему я привел пример Египта? Потому что она показывает в своем... Нет, здесь не может быть ненависти, потому что мы изначально находимся в другом потоке, в потоке связи между нами. Если мы в этом течение, каждый отменяет себя перед командой, это не может выражаться в ненависти к другим. Это может быть соревнование специалистов, соревнование в красоте, насколько мы связаны, насколько мы объединены. Настолько, что определить количество голов – это не так важно. Сам танец между нами, гармония, которая происходит – это важнее. Между вами? Да. Это называется специалистом. Он наслаждается самим процессом. Он наслаждается этим действом, в котором он находится. Это как мастер, который сделал стол, допустим. Он наслаждается самой работой. Деньги, которые он платит, потому что он должен существовать. Творчество. Да. И здесь творчество. Давайте посмотрим на роль тренера. Я вдруг поняла, что у тренера есть очень... Воспитатель. Он практически является специалистом по объединению. Конечно. Воспитатель. Это значит, он должен создать из команды одно целое. Да. Чтобы могла играть так, словно на поле один игрок. Как один сосуд. Как он это делает? Какие принципы могут ему помочь? На самом деле, это... Должен быть особенный человек. Существуют какие-то принципы, которые могут помочь такому тренеру? На чем застрить внимание? Как научить команду действовать вместе? Человек должен быть очень продвинутым, интегральным. Тогда у него будет внутреннее чувство, как это постепенно реализовать. Но это все мы не говорим на каком-то духовном уровне. Не духовное? Нет. В связи между людьми, которые понимают, что связь намного выгоднее, чем индивидуализм. В таком представлении взаимодействия не всем понимаю, где соперничество между группами, между командами. Когда есть соперничество, я желаю другому проигрыша. Согласно новой модели восприятия, если есть одна команда, другая команда, так что болельщики одной группы желают другой группе ее болельщиков. Красивой игры. Я хочу достичь успеха в красоте объединения между нами. В нашей команде. А что вы желаете другой группе, другой команде? Желаем показать их красоту, но чтобы мы победили. Ну и что? Соревнование остается. Но это соревнование уже в чем-то другом. Мы получаем наслаждение. То есть результат здесь не важен. Мы получаем наслаждение от самого процесса. Если ты не будешь играть передо мной в правильном объединении, как я могу увидеть, что я тоже нахожусь в правильном объединении? Мы этим создаем некую гармонию между командами. Потому что я не могу без тебя показать свою гармонию без того, чтобы ты увидел свою гармонию и без того, чтобы мы увидели гармонию между нами. Не может быть черного без белого. Не может быть одна команда без другой. И содействие, которое рождается между нами, партнерство, оно в красоте. Насколько интеграция, связь одного с другим могут быть противоречий друг с другом, в понимании друг друга и в связи, в соединении друг с другом. То, что я не даю тебе мяч играть, я этим нахожусь с тобой в связи. И эта связь, если она связь интегральных специалистов, это особая игра. Это не негативная игра. Почему? Потому что мы без этого негатива между нами, без этого соревнования между нами, когда я тебе не даю играть в мяч, и я хочу, чтобы только мы играли в мяч, а ты нет. Ты в этом помогаешь мне показать гармонию между моими игроками. Мы помогаем друг другу выделить соединение. Когда вы говорили, мне это представляется, как будто мы играем за компьютером, компьютерную игру. Есть высокий уровень, тяжелый уровень. Это уровень сопротивления, то есть поставление цели. Да, но это игра. Это игра. Это игра. Если в игре нет цели, то это не игра. И чем больше у тебя способностей, тем больше цели ты преследуешь. Хорошо. Я хочу задать вопрос об еще одном жанре. Если это спортивная игра, это один вид связи? Это можно развивать. Я думаю, что можно перейти дальше. Есть еще жанр на телевидении, очень особенный. Я не всем понимаю, как можно его перевести на новое восприятие, восприятие нового мира, когда все хорошее в жизни находится в связи между нами. Это жанр сатиры. Ну так замечательно. Прекрасно, прекрасно. Как будут построены передачи сатирические, что лежит в основе их. Мы наслаждаемся тем, что мы над кем-то смеемся. Мы смеемся над кем-то, и тем самым мы в этом и находим свою радость. Когда это на телевидении, то нормально. Но если это делают на работе, то уже меньше интересно. Если надо смеяться, то еще меньше интересно. Если надо смеяться с моим ребенком, то я начинаю ненавидеть тех, кто над ними смеется. То есть смех – это хорошо, все любят смеяться. Если смеяться над тобой – это уже ваша проблема. Это пробуждая в человеке ощущение стыда. Все зависит от намерения. Какая польза от этого? В чем выгода? В чем проигрыш? Если я изначально знаю, что то, что ты высмеиваешь сейчас во мне, это полезно для меня, то я вместе с тобой нахожусь в этом. То я люблю тебя в этом. Я воспринимаю это как лекарство, как врача, который обнаруживает во мне болезнь. Какую болезнь? Что такое смеяться надо мной? Ну, смеяться над чем-то недостатками. Ну, то есть болезни. Слабости. Это называется болезнь. Смотри, какая слабость. Есть возрожденные недостатки. Это неважно. Но это какой-то изъян. Это как болезнь. Это минус во мне. Это может быть что-то болезненное, более или менее. Если это в моем животном теле, я обращаюсь к врачу. Если это в моих чувствах или эмоциях, я иду к психологу. То есть я заинтересован, чтобы раскрыли во мне все мои изъяны и дали бы мне в этом лекарство. Психолог говорит мне, ты возьми это лекарство и кроме этого сделай так ты и так. Это поможет тебе и ты будешь более здоровым. Врач говорит мне тоже, возьми то или иное лекарство и будешь более здоровым. Сатира, если она показывает мне изъяны мои, и вместе с тем это понятно, что она проявляется хорошо, по-доброму, для того, чтобы правильно направить меня на хорошее, правильное отношение к этим изъянам и к возможности общества помочь мне этому, то я рад. За это платят большие деньги врачам. Только за то, чтобы установить диагноз, даже не за лечение. Только сатира должна быть конструктивной, а не разрушающей человека. Мы обычно любим раздавить человека. Это все зависит от того, какая воспитательная ценность есть в этом. Можно сделать огромные позитивные вещи в этом. Такие программы. Можно развить их. Человек любит смеяться и над собой, и над своей природой, только чтобы этот смех был приятным. Ну, все мы имеем слабости, это мы, мы такие люди, и я тоже среди них. Если, как говорится, общая беда уже наполовину утешения, так я не принимаю это лично. И даже если бы я принимал это лично, то зависит, каким образом это приходит. Должна быть подготовка в человеке и правильное исполнение того, кто это делает. И тогда он будет смеяться по-доброму, по-дружески. И он тоже будет знать, чего от него ожидают тем самым. Чтобы человек, который показывает ему какой-то изъян, он желает большей связи с ним. А это мешает ему связаться теснее. Я хочу любить тебя, только я не могу приблизиться к тебе, потому что ты все время ешь чеснок. Ну, это просто пример. Так я смеюсь. Над твоей привычкой есть чеснок и то, что я не могу подойти и поцеловать тебя. Так я и над своей слабостью, и над твоей слабостью, и над недостатком связи из-за какой-то глупости маленькой. Я смеюсь. Нам понятно, что в этом есть причина и прекрасная цель для нас обоих. И что в этом нет ничего из того, что мы хотим опустить друг друга. Нужно быть специалистом в этом, нужно действовать осторожно. Мы хотим поднять себя на более высокий уровень связи. В сатире можно очень много сделать. Сатирой называется то, что мы делаем выпуклыми недостатки, которые можно исправить. То, что нельзя исправить, мы не показываем. Потому что если это пока еще, у нас нет возможности это исправить. Зачем? Это говорится, не ставь препятствия перед слепым, это нельзя делать. Но те вещи, которые человек относительно легко в правильной ситуации может как-то подняться над ними и достичь хорошей связи с другими. Только это мы показываем. Это называется «воспитывай отрока согласно путям его». Как будет ощущаться, с одной стороны, чтобы не было обиды, а с другой стороны, неправильное восприятие зрителей? Мы же говорим о масс-медиа, а не о личных отношениях. Есть сатирическая передача. Как сделать так, чтобы нас смотрят миллионы? Как можно... Цель программы, как я понимаю, с интегральной связи в том, чтобы развивать сознание человека к тому, что хорошее находится между людьми, а не в личном владении. Как можно гарантировать при создании сатирической передачи и убедиться в том, что все зрители воспринимают твою волну, а не воспринимают это по-другому? Это все зависит от подготовки. Какой должна быть подготовка в случае с сатирой? Прежде всего, это явление массовое. Над чем смеются? Да, не только ты такой в мире. Есть много таких. Поэтому смеются прежде всего над самим этим общим явлением. Тебя подталкивают к тому, чтобы сказать «Да, я такой». И тогда начинают изучать это явление таким юмористическим образом на тебе. И такие небольшие уколы, и ты участвуешь в этом, и ты заинтересован показать эти слабости. Но понятно, что мы не задеваем человека, не унижаем его, а смеемся над нашей природой, которая такая. Есть много таких передач, фильмов, где все строится на человеческих слабостях. Потому что без недостатков нет возможности связываться, нет ничего. Сегодня также есть сатирические программы. Я помню некоторые из них. Например, есть программа, где действительно показывают интеракцию между парой, или интеракцию в семье, между супругами и их родителями, ну и другие подобные, семейные. Люди способны воспринять «Да, я такой». Они отождествляют себя с этим, но как это изменяет их? Ну, это недостаток в посыле. Точно. В программе. Если мы говорим об интегральном воспитании, мы должны привнести туда эту воспитательную ценность. Вы поняли как? Нет. Это то, что она спрашивает. Как сделать сатиру, которая будет развивать, не мешать? Я спросил, как позаботиться о том, чтобы это не мешало? Она идет еще дальше. Как в масс-медиа показать вещи и какая сатира будет развивать интегральное восприятие у зрителя? Что он должен там посмотреть? Над чем смеяться? Он должен увидеть выгоду. Выгоду от того, что исправляет то, что ему показывает сатира. Не понял. Одним секундочку. Я повторю вопрос. Каков критерий того, что сатирическая программа будет хорошая, потому что она развивает интегральное восприятие? Нам показывают две передачи. Вы говорите, одна плохая, другая хорошая. Все увидят, что это явление в человеке негативное, потому что оно не приводит к связи между людьми, поэтому негативное. Именно поэтому. Вот и все. То, что делает сатиру успешно сегодня, это солидарность. Я могу быть солидарна. Это приятно, мне смешно. Я включила программу. Я выключила программу, во мне ничего не изменилось. Нет. Так в чем же разница? Нет. Здесь должен быть хороший результат от этого. Точно. Здесь недостает одного элемента. Элемент воспитательный. Насколько человек, если он изменяет эти вещи, то с помощью другого, с помощью общества, за счет себя, неважно как, как он может достичь такого состояния, когда он может избавить себя от многих проблем. Это значит, он предлагает мне какие-то конкретные решения. Это должно сформировать программу. Но, конечно, кроме того, что мы все хорошо посмеялись, включая его, мы должны также показать, как мы сможем подняться над этой проблемой и как тогда мы чувствуем себя как медовый месяц. Сейчас наше время подходит к концу. Я бы хотел сказать два предложения. Как вы видите использование васмедиа в развитии интегрального воспитания людей? Нужно, прежде всего, увидеть во главе этого людей, которые в этом понимают. Иначе этого не произойдет. Я надеюсь, что мы, наш канал, сможем сделать таким каналом, который будет проводить интегральное воспитание в разных областях. И сатиры, и юмор. Ну, футбол-то, может быть, проблем, а может и нет. Спасибо большое, Рав Латман. Спасибо, Ницам Мазо. Спасибо вам, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. До свидания.